После нас хоть потоп. В Малаховке после дождя, который шел несколько дней, затопило верхние этажи жилого дома. Повторяется ли история лета прошлого года, когда из-за нарушения ремонта кровли нерадивыми подрядчиками пострадали несколько зданий в Люберцах и Томилине? И кто будет устранять последствия случившегося? В этом попыталась разобраться наш корреспондент. Ну вот прям капает, видите. А как давно у вас эта проблема? Ну вообще была еще весной. Но это было меньше. И три дня назад стали делать крышу. И стало еще хуже. А стало еще хуже, потому что сотрудники подрядной организации занялись прочисткой забитой ливневки на крыше дома. По словам бригадира, рабочим пришлось доставать оттуда куски арматуры и кирпичей. Из-за сильного напора воды пострадал верхний этаж шестого подъезда. Приступить к укладке кровли подрядчики смогут только после устранения всех неполадок и при сухой погоде. Пробили ливневку, конечно, не до конца. Потому что там, не знаю, может бетон какой-то. Чуть мода уже уходит. Я обижал жильцов. Уже как капало, так уже не капает. Ну то, что протекло, оно уже еще пока будет капать. Ну дальше будем бороться. Кроме неудобств, связанных с протечкой крыши, жителям многоэтажки пришлось потерпеть и холод. Из-за технологического сбоя в 4 часа утра в доме отключили отопление. Люберецкая теплосеть поменяла около 70 метров теплотрассы. Дальше пошли пусконаладочные работы. И в 5 часов вечера были все дома и все социальные объекты полностью обеспечены теплом. С подрядной организацией, проводящей капитальный ремонт в этом доме, местные власти еженедельно проводят совещания. Работы на объекте завершатся уже к концу этой недели. И с появлением новой кровли жителям больше не придется заклеивать пакетами электрические щитки.